Самым главным открытием весны этого года можно смело назвать манеру. При этом артист делает музыку уже довольно давно и надо сказать был довольно известен в кругах любителей новой школы. Нельзя сказать что он выстрелил из ниоткуда. Тем не менее больше всего людей узнал о нем благодаря треку скажи мне кто ты. Но очевидно что манера это куда больше чем артист одного хита. И его недавний альбом это доказал. Пусть и не все критики дали положительный отзыв на эту пластинку. В сегодняшнем ролике мы решили поговорить подробнее про этого музыканта. Во-первых, хайп вокруг него чуть-чуть стабилизировался, а значит появилось побольше информации про этого артиста. А во-вторых, пару дней назад вышел подкаст манеры на канале Crystal Label, на котором тот рассказал много интересных вещей. Также там был показан и новый трек Yeah I Wish с участием манеры, который вышел 14 июня. Ссылку на подкаст Crystal Label мы оставим в описании. А теперь начнем. Настоящее имя манеры Даниил. Он родом из Севастополя, о чем стало известно из его различных эфиров. С 21 года артист живет в Москве. В 19 году он начал выпускать музыку под псевдонимом Cold Cheesy, и изначально писал треки на английском, вдохновившись тентасьоном. Вообще последний занимает довольно важное место в списке вдохновителей музыканта. Вы можете понять по тем же трем иксам в никнейме рэпера. К слову, в подкасте для Crystal Label артист немного рассказал про свою прошлую жизнь и начало творческого пути. Первые тиктоки, наверное, начали появляться из разряда там Джефф и Роллса, если можете помнить таких чуваков. Они там типа на блок нас, да, поехали, катаем, да, поехали. То есть это был 19-й, наверное? Что-то да, плюс-минус. Вот они тогда как бы начали взрывать на том, что это как бы фристайл у них типа такой идет. Естественно, нет, но как бы суть была такая, что это нас толкало на фристайл. Вот. Мы что-то собираемся, пиво, не пиво, короче, что-то сидим, пьем. Вот. И начинаем фристайлить, и в один из моментов мы как бы так фристайлили довольно продолжительно, не знаю, там месяц, наверное, как бы на русском только, потому что, ну, как-то даже мысли не было. А потом я просто что-то, короче, вхожу в поток и начинаю лупить на английском. Они такие, воу-воу-воу, стоп, ты что сейчас на английском это дал? Ну вот, и мы такие типа... Почти во всех ресурсах, где написано про Манеру, указано, что он завоевал популярность благодаря удачному смешению русского и английского языков в своих треках. Но, как мы сказали выше, первые треки выходили вообще только на английском языке. Но было понятно, что в России с таким подходом не получится быстро завоевать популярность. При этом тот трек, который мы показали выше, это уже официально релизнутая композиция. А ведь до этого Данил много экспериментировал. Он даже делал бум-бэп на английском языке. Впрочем, на подкасте он показывает и другие свои эксперименты. — Фулл на английсе, да? — Да. — Ну, грувчик есть. — Блин, ну это стайлак прям. — Да. — У стайлак, слушай. — Это, короче, типа вот конкретная история того, что я сижу уже такой бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, просто без остановки начинаю валить. Я им закидываю вот этот рэкан, и после этого я все такой, ну, я создаю группу. Первые успехи в музыке у Манеры появились в 19-м и 20-м годах. Да, практически сразу после того, как он начал выкладывать свое творчество в сеть. Он рассказал, что первую популярность ему принесли репосты его друзей в ВК. Там он собрал 300 человек аудитории. Потом он воспользовался мощностями запрещенного теперь в РФ Инстаграма, где выкладывал видео, смонтированные при помощи приложения Триллер. Таким образом, популярность артиста по чуть-чуть росла. У него начали появляться знакомства в среде музыкантов. Например, с рэпером Джасс Ода, с которым у него вышло довольно много совместной музыки. Также, что интересно, Манера взаимодействует с музыкантами лейбла и на агентом Оргенштерна. Например, в полноценном клипе Манеру можно увидеть только один раз. В совместной видеоработе с Энтайпом, артистом лейбла Bugatti Music. Выше мы уже сказали, что образ Манера многие связывают с его двуязычным исполнением. Но если бы этим аспектом все ограничилось, вряд ли Данил добрался бы до таких высот. Обычно музыканты берут многогранностью своего образа, и это в Манере тоже присутствует. Помимо своего билингвального рэпа, артист притягивает к себе слушателей добрым образом. Подкаст, отрывок которого мы покажем ниже, это называли позитивной энергией или добрым вайбом. Так или иначе, сам музыкант признает, что эта деталь его образа сильно помогает ему в нашей индустрии. Вот со временем, после того, как ты вот всю эту, короче, эмпатию прокачал настолько, что, да, там, уже просто невозможно, я ее в музон засунул. Вот, кстати, я вот, знаешь, вижу твою энергетику, и ты по факту ее транслируешь в своем творчестве, и ты прям закрепился вот как человек такой, типа, позитив, там, вот эту вот всю, вот эту энергетику отдаешь людям. Типа, это кайфово. Я еще вот начал как бы с тиктоков мотивационных, я начал снимать. Я тебя так и заметил впервые. Да? Мотивационные тиктоки? Да. Ну, не то, что мотивационные, ты там понял, типа, в начале сниппочка какого-то просто какую-то кайфовую тему скажешь, фразочку дашь, и такой сразу, опа, чел, энергетически зацепил. А вот пример такого сниппета с мотивационной речью от Манеры. Люди всегда готовы дать свою любовь кому-нибудь, кто этого заслуживает. Так случилось со мной, так случится и с тобой. Будь терпимее к людям. И знай, быть добрым всегда самый беспроигрышный вариант. 10 марта Манера выпустил трек «Скажи мне кто ты», первый сниппет которого выложил 25 февраля 2022 года. Тот самый сниппет, который и завирусился в тиктоке. 20 апреля он выложил пост, что трек попал в топ-1 российского «Шазама». Это не первый случай, когда песни рэпера попадают в тренды. Так произошло с треками «Never Broke Again» и «Loyalty Before Royalty». «Скажи мне кто ты» начала хайпить в тиктоке благодаря шотландскому блогеру Фэр Берн. Он выкладывает контент, где танцует стёди-дэнс. Это эволюция танца Ву Волк, который популяризировал Поп Смоук. Несколько его клипов набрали миллионные просмотры, а фанаты Манеры наложили на него трек. Позже и сам тиктокер выложил ролик, где танцует под рэпера. Теперь в комментариях русскоязычные пользователи называют его не иначе, как легендой. В подкасте «Кристалл Лейбла» Манера довольно подробно рассказал о том, как именно его творчество завирусилось в тиктоке. Если говорить кратко, он успел залить свои самые успешные видосы и сниппеты в начале 22-го года, ещё до блогировки тиктока в нашей стране. Они сразу стрельнули со старта, но потом, когда контента из ограничений в тиктоке стало мало, его видео крутились в рекомендациях постоянно, и это принесло артисту миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков. Вообще, подкаст «Кристалл Лейбла» будет полезен тем, кто только начинает свой путь в музыке. Ребята вместе с Манерой обсуждают, как лучше добиваться популярности в нынешних условиях и как лучше промуутировать свою музыку. К слову, на их канале есть подкасты с членом нашей команды. Советуем глянуть. А вот, что сам Даниил рассказал конкретно про создание композиции «Скажи мне, кто ты» в подкасте с Эльдаром Джараховым. Расскажи, как это залетело. Я четко помню, как у меня в моей голове, я в ТикТоке увидел этого мужика, он сам из Шотландии, и он набирал аудиторию европейцев, американцев, потому что снимал под дрил у нас. Он зафорсился 2-3 месяца назад, я клянусь, помню этот момент, я увидел этот видос, проорал, и такой, типа, блядь, крутой мужик, он выглядит как русский. Короче, суть именно в том, что да, он, типа, выглядит пи*** по-русски. Не только поэтому он форсанулся в Украине, Белоруссии, в России, типа, как происходит? Вообще, сначала, скажи мне, кто ты, он просто, видимо, очень понравился всем тем, которые делают тренды в ТикТоке. Я уверен, есть, блядь, какая-то на... лобби какое-то, короче, почти масонское, только из пи*** тиктоковских еди... После однозначного успеха хита «Скажи мне, кто ты», все, очевидно, ждали второй части релиза «Man of Era». Было очевидно, что альбом, который анонсировал Даниил, выйдет очень крутым и виральным, ведь теперь об артисте знают в разы больше аудитории, чем раньше. И альбом вышел, правда, тут не удалось избежать случайных конфликтов. Недавно довольно серьезно между собой поспорили Манера и Риса за творчество. Правда, здесь конфликт быстро сошел на нет, потому что обе стороны без особенных оскорблений высказали свое мнение. Диалог получился весьма конструктивным. Началось все с эфиры РЗТ, где тот не очень высоко оценил альбом Манеры. Вот эта цифра, она реально отражает его скилзы, да? Вот. То есть он может делать 75 плюс баллов в треке, но почему-то их нет. 77 баллов. Вот такое пи***да, вот. 77 баллов. Спасибо большое. В любом случае интересно видеть прогресс. Что-то надо делать со звучанием. На мой взгляд, субъективно. Я вижу, что ты этот момент контролируешь, что ты даже вот душнишься, типа по этому поводу, да? И что типа, ну вот... Поешь об этом в тексте. Да. Манера ответил в своем телеграм-канале довольно длинными постами. Вот цитаты из них. Риса, родной. Мы классно пообщались с СРЛ, и в целом я рад знакомству, но, друг, прекращай делать обзоры на мою музыку. Это честно, без претензий и просьба. Не делай на меня обзоры, братец. Я не хочу мучить ни тебя, ни твоих ребят в чате. Слушайте то, что приносит удовольствие. Не надо слушать мое. Очень галимо, и по-настоящему неприятно наблюдать за атмосферой на обзорах, за отношением к творчеству, которое так не влезает в твои рамки. Что это превращается просто в фарс с выносом мозга, с детскими стебами на потеху школьникам из чата, и вследствие из этого ни о каком прослушивании речи не идет. Просто начинается завоз контента с раздуванием из мухи слона. Позже Риса ответил довольно конструктивно, написав большой пост в своем телеграм-канале. Смысл поста заключается в том, что Манера просто не досмотрел реакцию до конца и сделал вывод слишком рано. Пост был написан довольно уважительно, без каких-либо оскорблений. Манера же ответил на это обращение и принес свои извинения за то, что реально не до конца посмотрел реакцию. Теперь никакого конфликта между рэпером и стримером нет. И это, наверное, образец того, как должны разрешаться подобные споры. К сожалению, пока что подобное происходит крайне редко. В поисках информации о Манере можно обратиться также и к его короткому интервью для Тостера. Там он рассказал многое про свое вдохновение. Вот, например, его цитата про лучшие альбомы, которые должен послушать каждый. В Playboy Carti одноименный альбом, чтобы понимать, откуда такое небрежное отношение в музле у молодых чуваков. Отсюда очень много вдохновения. Ну и по тексту, если его послушать, можно потом почти весь ру и англ рэп понимать прекрасно. У Тентасьона альбом под знаком вопроса и Lil Peep Come Over When You Sober. Также он рассказал про свои коннекты в российской индустрии и фиты мечты. Короче, брат, опять увидел, как ты там высказываешься, что горд за меня вся хуйка, что фиточек должен был быть. Очень приятно. Ты знаешь, тысячу раз тебе благодарность выражал. Знаешь, что я человек, который это ценит. Очень, очень. Не буду дальше. Я говорю, манера пи***й приятная. Дай бог здоровья. Ну и под конец видео покажем наставление от манеры молодым артистам. Это очень важно. Это как бы то, чего ни в коем случае не должно быть, ни по каким из аспектов. Потому что, на самом деле, чем больше мы отдаем, тем больше получаем. Естественно. Да. Но при этом, вот ты тоже говоришь, сфокусировать внимание на том, чтобы куда-то это просунуть, но не переусердствовать тоже в этом. Потому что тогда ты слишком многого ожидаешь, и слишком легко тебя ранить тем, что ты там жопу порвал, чтобы этот трек услышали, а отдачи никакой. Знаешь, вот нужно... Никакая отдача не должна быть. Нужно за правило это принять. Да, да, да. За правило ничего не жди, но всегда пытайся и анализируй, типа. Да, знаешь, мы учим ребят, вот наших артистов, типа в ТГ-канале, там, ВК, типа, что нужно, как бы это ни звучало, лезть в любую жопу, но при этом делать это осознанно, типа. Ну да, да. А осознанно, типа, стратегически продумывать как-то, то есть не просто там, знаешь, ты пихать в херню всякую куда попал. Потому что осознанность помогает анализировать и в дальнейшем собирать опыт. А на сегодня у нас все. Еще раз советуем перейти по ссылке в описании и посмотреть полный подкаст с манерой у парней из Кристалл Лейбла. Здесь мы показали далеко не все интересные моменты. Пишите в комментарии, что вы думаете про этого музыканта. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok